друзья всем привет вы на канале сергея поканевича сегодня для вас подготовил интересный итальянский рецепт вкуснейшая лазанья я для вас покажу все подробно в самых мелких деталях так что не переключайтесь и смотрите видео до конца что мы сделаем это разделим приготовление на три этапа это первым мы сделаем соус мясной ну что ж поехали первое что нам понадобится это сковорода уже хорошо разогрета красный лук 150 грамм отправляем жарится на медленном огне добавляем растительное масло обжариваем лук должен жариться а ни в коем случае не тушится окей далее нам понадобится 500 грамм говяжьего фарша отлично все мешаем отправляем наш сына говяжий фарш к луку и хорошенечко равномерно распределяем его по сковороде и все это жарим друзья пока она обжарится хотел бы у вас просите чтобы вы написали это обязательно в комментарии какой ваш самый любимый рецепт какого именно блюда из итальянской кухни обязательно напишите мне важно ваше мнение обжариваем 6 минут на практически самом большом огне добавляем чеснока предварительно уже нарезаны здесь 4 зубчика чеснока а по весу это примерно 15 грамм дальше ставим на огонь для того чтобы она жарилась и забываем про нашу сковородку и помешиваем наш фарш тщательно и интенсивно обжариваем еще три минуты с чесноком жидкость практически вся выпарилась теперь наша задача добавить томаты и воду добавляем томаты очищенные я купил их уже нарезанными уже в собственном соку 400 грамм полностью все жидкости мы добавляем наш мясной фарш добавляем 4 стакана воды далее посолить поперчить добавляем красный перец он даст пикантности нам и прекрасный вкус и добавляем орегано все примерно по одной хорошей щепотки соли там две-три смотрите по своим вкусовым предпочтением друзья так как стаканы у всех разные воды нужно всего лишь 750 грамм всю эту красоту мы ставим на огонь нам менее длины первое что нам нужно для того чтобы все было прекрасно супер и бомба мы ждем пока она закипит после того мы ставим на медленный огонь и тушим два часа и не забываем помешивать уменьшили огонь и ставим таймер два часа смотрите ребят до конца осталось 13 минут а тем временем пока займемся бешамелем кстати по поводу фарша она стала мясо стал просто безумно нежным мягким и жидкость практически вся выпалилась так что пока у нас есть 12 минут мы займемся соусом бешамель для него нам понадобится 30 грамм сливочного масла и 30 грамм просеянной муки соответственно мы ставим это все разогреваться в сотейник теперь сливочное масло начинаем смешивать с мукой так чтоб образовалась одна полноценная готовая масса еще называет этот соус ру то есть основа для загущения как только мы закончим с нашим соусом ру мы добавим молока вот смотрите буквально на ваших глазах мгновение у нас массы смешались а до однородного состояния все это дело на огне чуть выше среднего отлично теперь добавляем молоко добавили немного молока буквально грамм 150 все это размешиваем так чтобы у нас не было комочков дальнейшем прошло примерно полторы две минуты у нас уже начинает загустевать вся масса добавляем еще молока примерно грамм 200 друзья когда вы готовите соус бешамель от его отходить нельзя иначе если вы оставите хоть на пару минут хоть на минуту она все прилипнет она все прилипнет к дну и тогда у нас не получится хороший вкусный насыщенный соус практически уже готов нам надо его довести до вкуса посолить примерно две щепотки добавить мускатный орех примерно пол чайной ложечки и хорошенечко размешать ну что ж друзья наш соус бешамель готов отлично у нас осталось 38 секунд снимаем его с огня включаем духовку и будем собирать нашу лазанью консистенция соуса у вас должна быть идентична моему то есть нигде ничего на дне не должно быть это важно духовку поставим на 180 градусов она должна уже быть хорошо разогретом состоянии друзья на дно нашей формы мы ставим 250 грамм томатов очищенных они мне уже заранее порезаны добавим чуть-чуть оливкового масла это примерно 2 столовые ложки все это аккуратненько здесь перемешаем прекрасно теперь это все посолим и поперчим добавим щепотку соли и чуть чуть черного перца молотого друзья использую вот такие вот листы для лазаньи именно эту марку поэтому она очень удобная очень комфортно для работы смотрите стандартные листы идут вот такого размера я их чуть-чуть укоротил дабы с этой стороны у меня формы не прямоугольна есть вот такие вот углы которые не дадут возможности полностью поставить поэтому я чуть сократил и вот таким вот образом мы будем ставить наши листы для лазаньи видите помещается у меня два с половиной листика делаем чуть-чуть нахлёстом для того чтобы был равномерный слой добавляем мясной фарш добавляем соус бешамель после того как и равномерно распределили мясо укроп вы можете укроп заменить на любую другую зелень петрушка базилик то что вам нравится теперь мы добавим сыр я использую моцарелла вы можете моцарелла у меня твердая вы можете использовать пармезан либо любой другой вид твердого сыра сыра не жалеем даем обильно так чтобы было очень вкусно и красиво теперь добавим моцареллу которая уже идет нежная мягкая сливочная а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даем температуру в духовке 180 градусов и на 1 час Ну что ж, погнали! Отсчет пошел! Друзья, спустя один час мы снимаем фольгу Мы ее достали, но корочки еще нету Мы отправляем еще на 5 минут, чтобы получить красивую румяную корочку Но уже без фольги Прекрасно Просто великолепно получилось И красиво, и прям супер Нет слов Друзья, очень пахнет! Уже безумно хочу попробовать Друзья, приготовьте по моему рецепту И вы обязательно будете удивлены Вкусные лазани! Ну что ж, я бегу кушать Безумно хочу, безумно вкусно пахнет Это нереально! И помните всегда Вы самые лучшие! Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал Ставьте пальцы вверх И готовьте с любовью Всем пока!